Здравствуйте! В эфире Бесараби ТВ новости в студии Николай Юшкевич. Сегодня в выпуске. 22 апреля в Одесской области объявили днем траура. Вспоминают жертв пожара Шаба. 21 апреля в Белгороднестровский из зоны проведения антитеррористической операции вернулись артиллеристы. Определился победитель в конкурсе на должность руководителя КП Фортетя. В Измаиле думает о развитии морского торгового порта, а в Акермане о том, как привлечь туристов. Об этом и не только смотрите в сегодняшнем выпуске. 22 апреля 2016 года в Одесской области объявили днем траура. Такое решение приняли в связи с трагедией, которая произошла в селе Шаба Белгороднестровского района. Напомним, там в результате пожара в ночь с 20 на 21 число погибли шестеро детей. В пятницу, 22 апреля, в день траура, на всей территории области приспустили государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций. 21 апреля Белгороднестровский приветствовал военных, вернувшихся из зоны проведения антитеррористической операции. Их торжественно встретили на территории воинской части. Наталья Чеботарь побывала на месте событий. Подробности смотрите в сюжете. Домой, после выполнения заданий по охране государственной границы на востоке Украины, вернулись бойцы 1-го пушечного артиллерийского дивизиона. Но долг службы не покидает ни на секунду. Вновь построение, но уже на родной земле. И, конечно же, торжественная встреча хлебом с солью. Теперь артиллеристы вновь могут вдохнуть воздух родного города. Для этих людей год, проведенный в опасности, наконец завершился. Домой они вернулись всем составом. Мэр Белгороднестровского высказала бойцам слова благодарности. Я волнуюсь прежде всего, потому что я хочу сказать слова благодарности вам за то, что вы стояли целый год живой стеной. Вы защитили нас. Благодаря вам мы сегодня здесь можем вести эту мирную жизнь. Мы понимаем, что над нами мирное небо, и наши дети не будут бояться взрывов снарядов. Я, как от лица всех ваших женщин, ваших матерей, ваших жен, которые ждут вас дома, которые счастливы. Я думаю, что они знают, что вы уже вернулись, что вы уже здесь, на нашей земле. Вы живы. Самое главное, вам огромная благодарность, что вы остались живы. Я хочу вам низко поклонить. За то, что вы в тот тяжелый час не оставили нас и пошли защищать нас. Также слова благодарности выразили участники коллектива «Веселка». Они исполнили для бойцов несколько песен из своего репертуара. Песня «Веселка» Песня «Веселка» Уже сегодня эти люди могут вновь увидеть своих родных. Обнять детей, жен, матерей, которые ни на секунду не переставали ждать их возвращения домой. По словам вернувшихся из зоны АТО, то, что пережили они, не передать словами. Но сейчас они действительно счастливы, что остались живы и могут вернуться к повседневным делам. Все очень рады, чтобы вернулись, а наконец, как я уже сказал, командир дивизиона, много из них поедут через пару дней уже домой, до своих семей. Они год свой отслужили, выполнили, как говорят, свой гражданский обязан. И вот звучит гимн. Не передать словами, какая обстановка царила в этот момент. Это действительно счастье увидеть храбрых защитников страны, вернувшихся домой живыми. И знать, что они никогда не оставят Украину в беде. На Одессине у дома бизнесмена прогремел взрыв. В Котовский отдел полиции поступило сообщение от оператора частной охранной фирмы. Он рассказал о ЧП, произошедшем на пороге одного из домов в селе Куяльник. Приехавшие по указанному адресу полицейские установили, что взрывной волной повреждены крыльцо и стекла дверей. Жители не пострадали, говорится в сообщении пресс-центра регионального управления полиции. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Ведется следствие. 21 апреля в воскресной школе храма святого великомученика Иоанна Новосочасского состоялся первый отборочный этап второго православного интеллектуального турнира воскресной школы Одесской епархии «Буквица». В нем принимали участие 10 команд по 5 человек каждой. Более подробно смотрите в сюжете Елены Малаеван. Любое дело нужно начинать с молитвы. Тогда она пойдет и в пользу, и его завершение будет благоприятным. Об этом знают даже дети. Участники первого отборочного тура интеллектуального конкурса «Буквица», воспитанники воскресных школ Белгороднестровского округа, турнир тоже начали с молитвы. В воскресной школе храма Иоанна Новосочасского «Людно». Сюда приехали и дети, и настоятели многих церквей города и района. Такое мероприятие в Белгороднестровском благочинии проводится впервые. Пусть Господь нас всех благословит, пусть Господь дарует нам мудрости, смирения, сил, чтобы мы достойно провели это мероприятие. Всех участников поделили на три возрастные группы. Интеллектуальное состязание между самыми младшими конкурсантами проводила матушка Наталья Выходцева. Судейство турнира осуществляли представители духовенства города и района во главе с благочинным храмом Белгороднестровского округа, протеереем Рустиком Выходцевым. Проводить с вами конкурсы, которые и выявят победителя, и ту группу детей, которая поедет в город Одессу на второй тур, этого конкурса. Я скажу сразу, что кто занимает первое место, будет представлять наше благочиние в каждой возрастной группе, кто займет первое место, будет представлять наше благочиние в конкурсе, который будет проводиться Одесской епархии в городе Одессе. В начале каждый капитан представил свою команду. Участники показали свои знания, традиции, православных праздников, молитв, храмов, икон и устоев христиан, названий церковно-славянских букв и многие другие. Дети много общались между собой и поделились своими впечатлениями с нами. Мне понравился конкурс «Буквиница». Он был интересный, в нем были интересные вопросы, над некоторыми надо было подумать, над некоторыми можно было резко отвечать. Лучше бы почаще проводили бы этот конкурс. Лично мне понравился конкурс «Буквиница». Конкурсы были нормальные, но наша команда справилась с этим. Антон у нас, конечно, все забывает, но все же было весело. Самое сложное для меня это было вспомнить всех святых, потому что мы не очень к этому готовились, если говорить честно. В первом отборочном туре в младшей возрастной группе первое место заняла команда Свято-Покровской церкви села Бритовка. Во второй – команда Свято-Архангела Михайловской церкви села Казацкое. И золото в возрастной группе 12-16 лет получила тоже команда Свято-Архангела Михайловской церкви села Казацкое. Команды, занявшие призовые места, будут представлять Белгороднестровский округ в финале турнира, который пройдет в Одессе. По окончании конкурса всем его участникам Протайрей Рустик вручил дипломы и подарки. Елена Малоеван, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ Определился победитель в конкурсе на должность руководителя КП «Фортетя». Об этом сообщил член конкурсной комиссии Сергей Сарафанюк. Им стал доктор исторических наук, преподаватель исторического факультета Одесского университета, этнолог Александр Пригарин, который является специалистом по культуре и быту национальных и религиозных групп Юга Одесской области. Он известен своими трудами по этнографии. Теперь его кандидатуру на место директора КП «Фортетя» должны рассмотреть депутаты Одесского областного совета. Этот вопрос могут нести на повестку дня ближайшей сессии. В Акермане думают о том, как развивать туризм. 21 апреля город посетила румынская делегация из города Тыргуокна. О цели этого визита, а также о том, что говорили и какие проекты рассматривали, более подробно расскажет Наталья Чеботарь. 21 апреля Белгород-Днестровский принимал делегацию из румынского города, возглавляемую его мэром Штефаном Шилоки. Их принимали акерманские чиновники. А содействие в проведении встречи оказало румынское национально-культурное общество города. Гостей приветствовали торжественно и в лучших украинских традициях. Официальный прием почетных гостей прошел в здании Белгород-Днестровского горсовета. В нем приняли участие руководители города, а также научные работники, представители бизнеса и общественности. В рамках визита обсуждали возможности двухстороннего сотрудничества. В рамках круглого стола мы планируем обсудить ряд вопросов, связанных с развитием туристической отрасли, с разработкой совместных инвестиционных проектов, которые будут здесь представлены в ходе обсуждения, и сотрудничество в сфере сохранности историко-культурного наследия нашего города и района. Плодотворные рабочие отношения с городом Тыргуокна длятся уже более двух лет. Главной целью визита делегации было развитие обоих городов. Два года назад по инициативе предыдущего созыва областного совета, Одесского областного совета, была наша программа, которая создалась на комплексном развитии курортно-туристического потенциала Одесской области. В этом большом документе, который был подготовлен по инициативе депутатов и с нашим непосредственным участием, было определены три основных момента, которые с точки зрения науки и практики могли бы быть очень важными потенциальными двигателями экономики Одесского области. Один из них, безусловно, это Черноморский район. Стоит отметить, что в последние годы город Белгород-Днестровский достаточно активно развивает партнерские отношения с целым рядом городов Румынии. По словам присутствующих, все райцентры могут участвовать в одной большой программе. Главное, чтобы эти цели финансировались и развивались в будущем. За круглым столом обсудили несколько вопросов. Одним из них стал проект цифрового преобразования Одесской области. Что мы увидели в Одесской области? Мы увидели то, что очень много информации, которая может зациковать туриста, может зациковать инвестора, она отсутствует в доступе. То есть, ее найти возможно. Я вам скажу, как людина, как пользователь, я приехал сюда, я впервые в Белгород-Днестровске, хотя мои коллеги тут были очень много раз. Я открыл свой подкастчик на телефоне, смотрелся, интересно, места поручи. Я нашел там, ну не нуль, но очень мало информации, которую я хотел бы увидеть. Алексей Сивак, как представитель Google, рассказывал о том, что в Одесской области и в Белгород-Днестровском в частности, на интернет-картах не обозначены выдающиеся места, которые туристы и инвесторы могли бы посетить. Это карта инвестиционно-привабливых туристических объектов, где можно инвестору шукать информацию за местом расшивания, за формой властей, за категорией, за галузью, за районом, за инфраструктурой, за площадью, дылянок и так далее. То есть мы хотим, чтобы человек, который хочет потратить тут деньги, могла легко найти объект или территорию, где такая возможность существует. Также на заседании презентовали проект этнокультурной площадки «Буджатское подверье». В Белгород-Днестровске ежегодно посещали около 200 тысяч туристов. За последнее время в Одесской области их стало гораздо больше. И проблемы имиджа города решать нужно как можно скорее. Концепция данного проекта состоит в том, что на одной площадке будет собраться несколько сегментов, начиная от этнокультуры, заканчивая детским городком для детей. Также представители обсудили инвестиционные предложения для создания зоны отдыха для туристов, говорили и о том, как развивать Акерман, о необходимости проведения различных спортивных и культурных мероприятий. По результатам визита иностранной делегации подписали соглашение о внедрении необходимых мер по развитию Белгород-Днестровского и Затоки. Участники встречи выразили надежду, что дальнейшее сотрудничество будет положительно влиять на развитие не только наших туристических зон, но и города Тыргу-Окна. Наталья Чеботарь, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ В Белгород-Днестровском надеются возродить речной транспорт. Городские власти совместно с администрацией речных портов Украины намерены восстановить пассажирское судоходство по Днестровскому лиману. После проведенных переговоров стороны приступили к планированию действий по использованию двух существующих в городе причалов КП Акерман Туринвест возьмет на себя их восстановление, а госпредприятие обеспечит исследовательские работы и предоставит судно. Их, возможно, будет больше двух. Может добавиться речной трамвайчик. В перспективе уже в июне на глади лимана можно будет увидеть пассажирские речные теплоходы, которые будут курсировать между Белгород-Днестровским, Авидеополем и Затокой. 21 апреля члены Белгород-Днестровского исполкома заслушали отчет о выполнении бюджета города за первый квартал 2016 года. Показатели неплохие, деньги есть, заверяют чиновники. Приняли ряд изменений и дополнений. Финансовый документ. Тему продолжит Татьяна Карпенко. Бюджет выполнен. Мы стоим и 6% по властным доходам. 6% по висковского года стоят 43%. Выбраны все плановые показатели по всем видам доходов. Одно исключение налог на доходы у нас в предыдущем была переплата по прошлому будущему субинции, потом был возврат налоговым доходам. Он вернулся по доходу. В принципе, все основные потратили в планы. По расходной части бюджета все профинансировано в рамках бюджетных предзначений. Все заявки будут верны, при том, что отсутствуют. Профтехучилища профинансировали, бюджет развития выполняется. Начальник финансового управления предложил мэру города целенаправленно и ускоренными темпами осваивать существующие деньги. По его словам, финансы в казне имеются. Объекты известны, дело за малым. Успеть за полгода сделать как можно больше. После этого Виктор Минчев предложил членам исполкома рассмотреть и принять изменения и дополнения в бюджет. «Три пункта мы вносим в этот проект решения. Первый пункт – это 30 тысяч гривен. В первую очередь, это программа «Приз полгома». Вместо одной программы, две тысячи гривен на программу «Покурит». Второй вопрос – 20 тысяч гривен. Когда мы давали 50 тысяч гривен на сайте по закупке моющих средств, мы упустили, что у нас есть школа-сад, в котором есть дошкольное отделение. Поэтому мы внутри этих 500 тысяч передоставляем 8 тысяч на школу-сад для дошкольного отделения. Кроме этого, обсудили тему летнего отдыха юных аккерманцев. Дети, которые относятся к льготной категории, будут отдыхать у моря в этом году 21 день, обещают чиновники. Лагерь «Алые паруса», который расположен в затоке, готов их принимать у себя. Так планируют в отделе образования. Такая путевка будет стоить 1575 гривен. А для родителей остальных детей цена составит 3045 гривен. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ Анатолий и Галина Кравченко – заслуженные художники Украины, лауреаты международного конкурса «Платиновый юг». В Белгороднестровском выставочном зале Краеведческого музея открылась выставка этих мастеров кисти. На ней побывала и наша съемочная группа. Кто еще пришел любоваться произведениями искусства и какие картины запали в душу, об этом расскажет Татьяна Карпенко. Зоя и Мария внимательно рассматривают картины. Девушки интересуются изобразительным искусством, поэтому с удовольствием пришли на выставку. Самое большое впечатление на них произвела живопись. Цветы больше понравились. Да, потому что более позитивные впечатления вызывают и эмоции, именно цветы. В Краеведческом музее открылась выставка Анатолия и Галины Кравченко. Самих виновников торжества не было, поэтому с их творчеством познакомила заведующая выставочным залом Инна Алексеенко и Александр Воригин. Они рассказали, что на данный момент авторы картин находятся в Италии, где проходит международная выставка-конкурс «Акварели». Мастера, которые много лет сохраняют традиции украинского изобразительного искусства, пропагандируют национальное наследие за рубежом. Я вкратце хотел бы рассказать о этом творческом и семейном дуэте. Он был создан где-то еще в 70-е годы, когда художники учились в училище детском университетном училище. Затем они поступили в Ворский полиграфический институт. В это время у них родились дети, они продолжали обучение, возбивали детей и поняли, что их выбор окончательный. И в Садии уже на свежих выбрали эту дорогу быть в городе. Также он рассказал, что члены семьи Кравченко расписывают храмы. Этот творческий дуэт всегда работает вместе, и у каждого из них свое направление. Галина любит писать натюрморты, цветы, а Анатолий – пейзажи. Помимо искусства, они еще обладают и организаторскими способностями. Оба входят в управление Одесского отделения Национального союза художников. Вы уже отметили, что оба художника находят, видно, что-то очень важное в технике акварели. Техника очень интересная, но достаточно сложная и достаточно трудная, потому что она требует какой-то определенной элитизации, она требует скорости кисти, которая и мысль может опередить. Вы знаете, я вспомнила, когда я училась в Одессе, у нас знаменитая училища Грековна, она очень ценилась в тех времена Советского Союза. Считалось, что на всей территории Советского Союза художников выпускают это в Ленинградской академии искусств и, конечно, в нашей Одесской Грековне. Туда просто поступить невозможно было, то есть поступали самые-самые таланты со всего Советского Союза приезжали в Одессу. Вот эти люди, как раз Кравченко Анатолий и Галина, они заключили грековское училище. Естественно, это настоящие художники. И то, что они делают и сделали, это большое дело. Смотрите, несут добро. Я как женщина, я люблю цветы, я смотрю на эти пейзажи, на эти натюрморты и любуюсь. Просто глаз радует. В зале собрались немало поклонников и ценителей искусства. Среди них был и известный, не только в Украине, но и за ее пределами, художник Петр Якименко. Говорит, что лично знаком с Анатолием Кравченко. И они часто виделись на различных выставках. Петр Алексеевич отметил высокий профессионализ авторов этих произведений и не мог не поделиться своими впечатлениями. Работы у него шикарные. Ну, с натюрмортом я могу, Галина, так сказать, поспорить, что находится здесь. У нее намного лучше есть натюрморты, шикарные. Это не лучшие ее работы. Да, да. А Анатолия, работы хорошие. Вот особенно работа, мне очень понравилась зима. Да, это великолепная работа, столько здесь воздуха и композиционно у него так. Ну, вообще, конечно, он композитор мощный. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Писарабия ТВ. Согласно указу, подписанному президентом Украины Петром Порошенко, с 5 мая по 30 июня будет проходить весенний призыв вооруженной силы Украины на срочную военную службу. Об его особенностях в столице Придунавия узнавала Галина Величко. Приписная кампания в столице Придунавия, как и впрочем, по всей Украине уже стартовала. Начальник отдела комплектования Измаильского военного комиссариата майор Виктор Сопронов разъяснил особенности этого призыва. Этот указ президента дает о том, что молодые люди, которые достигли 20 лет, должны служить в Сбройных силах Украины. Для этого они должны прибыть в военкомат для прохождения медкомиссии, где можно было выявить их медицинское обстоятельство, выявить год для них, срочную службу или нет. Наши граждане, которые достигли уже 20 лет, сами должны прибывать в военкомат без повесток, так как военкомат не обязан всем выдавать повестки, в том же числе разносить по домам. То есть после выхода указа президента, в течение 10-дневного срока после его выхода, каждый молодой человек, который достиг 20 лет, должен самостоятельно явиться в военкомат. Молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет также должны явиться в военкомат по месту жительства. Молодые люди, которые достигли 18 лет, они тоже должны явиться в военкомат, пройти медкомиссию, для того, чтобы потом можно было прийти к пригодной они к воинской службе, либо нет. 18-летние ребята, они у нас находятся, 18-19 лет, они находятся у нас в резерве, в резерве, и по возможности или по указу дальнейшего возможности президента, по указу президента, могут быть призваны тоже. Но в настоящее время только призываются на срочную действительную службу молодые люди, достигшие 20 лет. Как рассказал начальник отдела комплектования Измаильского военного комиссариата майор Виктор Сопронов, новобранцы, призванные в армию на срочную службу, не будут проходить службу в зоне проведения антитеррористической операции. Уважаемые родители, не переживайте о том, что ваши дети будут служить в зонах АТО, они не будут в этих зонах служить в зоне АТО, они только служат при воинских частях, то есть проходят учебные центры и распределяют их по воинским частям. Кроме этого, в соответствии с постановлением Кабмина, всем призывникам должны выплатить материальную помощь в размере двух минимальных заработных плат из бюджета Минобороны. По указу президента, еще им выделяется социальная допомога в размере двух минимальных заработных плат. Это приблизительно около 2700 гривен. То есть молодой человек, который идет на срочную службу, получает 2700 гривен. И по окончании службы тоже получает такую же самую сумму денег. Если молодой человек где-то официально устроен работать, за ним сохраняется рабочее место и после окончания службы возвращается на свое место службы. Военкоматам измельским должны призваться до ССУ по плану 30 человек. Это не так уж и много людей, но проблема в том, что никто не прибывает к военкомату. Что с района, что с города. В настоящее время только закомплектован один человек. Что возможно в дальнейшем угроза срыва весеннего призыва. Поэтому убедительная просьба всем молодым людям прибыть до военкомата для прохождения медичной комиссии. Дело в том, что они могут потом в дальнейшем попасть в список розыска. Потом будет работать с ними как прокуратура, так и СБУ, так и полиция. А сейчас мы поговорим о самом крупном градообразующем предприятии столицы Придунавия. Несмотря на непростое положение в Украине и потерю одного из основных грузопотоков, экспортных углей, измаильскому морскому торговому порту удалось, как говорится, остаться на плаву. И даже больше того, в прошлом году портовики смогли перевыполнить план и перевалить на 52% больше грузов. И все благодаря слаженной работе коллектива. Ну естественно, у нас очень много профессий, людей задействованы, люди имеют массу профессий. Это важную работу делают и слесарь, механики, службы механизации и районов. Но главная профессия является у нас докер-механизатор. Потому что докер-механизатор это та профессия, которая стоит на конечном этапе нашей работы, все остальные подготовительные, а грубо говоря, он зарабатывает нам деньги. Деньги как бы это итог всей нашей работы. Это заработная плата, это налоги, это социальная защита наших людей. Хочу вам сказать, что у нас она очень на высоком уровне. У нас люди получают один фонд заработной платы при выходе в отпуск. Помимо отпускных 50% оплачивают путевки на море, 50% оплачивают профсоюзные организации. Дети, 10% родителей оплачивают за детей в отдых в Пенемском лагере. Они все охвачены этим отдыхом. А некоторые малообеспеченные, если у кого самая минимальная заработная плата, мы говорим, что у кого самая минимальная заработная плата, тем профсоюз предоставляет путевки для детей бесплатно. О том, как работает и привлекает новых партнеров предприятия, а также о планах портовиков, узнаете сразу после выпуска новостей в спецрепортаже Марины Талько. Такими были сюжеты, подготовленные моими коллегами в эту пятницу. Впереди украинцев ожидают выходные дни, так что набирайтесь сил. А мы встретимся с вами уже в понедельник, как обычно, в 18.00 на телеканале Бессарабе ТВ. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин